Наша жизнь — ежедневная гонка. За любовью, деньгами, продвижением по карьерной лестнице. Доделать проект, купить машину, квартиру или просто новые туфли. Но бывает, небо заставляет резко пересмотреть приоритеты и планы. То, что раньше было ценным, меркнет. И оказывается, что все, что нужно для жизни, находится не снаружи. Оно внутри. Вижу, ну, не то что боль. Он прошел такой долгий путь, но я не думаю, что хочется об этом вспоминать. Я думаю, это очень страшно. В этом году сын начал болеть. Старший сын начал болеть очень часто. Это были какие-то атиты, трахеоларингиты. И в итоге мы оказались в больнице ГДКБ-3 в лоротделении. Там взяли анализы у ребенка. Оказалось, что гемоглобин ниже нормы, даже ниже нижнего предела нормы. Меня вызвали ночью, как бы сказали, что это очень плохие анализы. И ребенка перевели в областную детскую клиническую больницу. Врачи детской клинической больницы поставили диагноз анемия. И пока решался вопрос о переводе Колины лечения в Москву, ребенку переливали донорскую кровь каждые 3-4 дня. Переливали, сдавали кровь, все хорошо. Проходило 2 дня, анализы снижались до критической метки. Переливание, снова поднимаем, и снова все падает. И так вот было примерно по 2 месяца. Я не могла уже сдавать кровь. То есть мы бессилие полное. То есть просто вот я знаю, что у меня хороший гемоглобин. Там выше даже нормы как бы. Я могу прям вот сдать. Я не могу, потому что у меня противопоказания. У мужа то же самое. Мы сидим вот оба, просто 2 здоровых человека. И вот маленький человек, которому нужна по факту помощь, он, вы понимаете, он мог вот идти по коридору. Просто вот упасть, не в оборотах, просто упасть без сил. И тут же уснуть. Прям вот на полу в коридоре. Он не ел, он лежал к стенке. Он был такого цвета, знаете, кожа была, такого сероватого оттенка. А мы ничего не можем. Вот ждать звонка. Да, приехала кровь, как бы все, приезжайте. И мы быстренько хватаем и летим в больницу. Уже в московском центре имени Рогачева выяснилось, что у трехлетнего Коли первичный иммунодефицит. Генетическое заболевание, которое без постоянного контроля может привести к тяжелым хроническим последствиям. За постановкой диагноза последовала сложная терапия. Сегодня состояние Коли стабильно. Он успешно осваивает программу пятого класса адаптивной школы и всей душой болеет за омский авангард. Авангард? Команда? Да, команду. Команда авангард? А, будем все? Будем. Ты молодец? Да, на ручке. На ручке. Ой, на ручке. Ясный твой. Моя вкус. Суп. Да. Донорская кровь помогла мальчику дождаться правильного диагноза и лечения. Каждый будний день с 8 до 10 утра одну станцию приема крови посещает около 20 доноров. Основных пунктов приема в Омске 7. Чаще желающие – это молодежь и студенты. Однако много и тех, кто регулярно сдает кровь на протяжении многих лет. Всего за год около 20 тысяч жителей региона приходят, чтобы поделиться кровью. Во время донации у человека берут 450 миллилитров крови. Если раньше переливали цельную кровь, то сегодня медицина отдает предпочтение компонентной терапии, когда пациенту переливают только те компоненты крови, в которых он нуждается. Наша кровь состоит из четырех компонентов – эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и плазмы. Эритроциты нужны пациентам при больших кровопотерях, снижении гемоглобина и тяжелой анемии. Лейкоциты, как правило, требуются в случае, когда жизни угрожают инфекционные заболевания. Донорские тромбоциты необходимы людям с патологиями системы крови и при обильных кровотечениях. Плазма широко используется в лечебных целях, ее главная функция – восстановление свертывающей функции крови. Поэтому одна порция донорской крови может спасти жизнь сразу нескольким пациентам. Во время кровосдачи у донора собирают кровь в стерильный одноразовый контейнер с консервантом. На следующем этапе нужно отделить клетки друг от друга, а после отправить на хранение в низкотемпературную камеру, где отдельные компоненты могут находиться в течение длительного времени. Кстати, сегодня технологии позволяют сдавать не цельную кровь, а именно ее компоненты. Нужную извлекают, а остальные составляющие возвращают в кровеносное русло. Если процесс обычной кровосдачи занимает не более 15 минут, то процедура сдачи компонентов длится дольше – от 30 минут до полутора часов. Необходимо учитывать и медицинские рекомендации. Цельную кровь можно сдавать не более 5 раз в год для мужчин и не чаще 4 раз для женщин. С интервалами между кровосдачами – не менее 60 дней. Отдельные компоненты крови можно сдавать в 2 раза чаще, делая перерывы в 2 недели. После лабораторных исследований кровь поступает в лечебные учреждения для переливания. Ну, ощущения нормальные, немного небольшая слабость, но рекомендуют отдохнуть, чуть-чуть посидеть, и тогда можно идти. У меня девятая донация, и уже как бы как обычное дело. Что сейчас дают? Дают небольшой паек, там всякие конфеты, баночка борща или чего-то еще в этом роде, но это всегда можно обменять на деньги, и потом уже этими деньгами как-то по-другому восполнить себе еду. Ну что, пойдем подкрепимся? Угу, можно подкрепиться. Я работаю младшим редактором отсмотра. В свободное время я встречаюсь с друзьями, играю в настольные игры, иногда бринчу на гитаре. В общем, моя жизнь проходит достаточно обычно. 5 дней в неделю я работаю, до 6 часов вечера. После этого я прихожу домой и залипаю на видео в Ютубе или где-нибудь еще. Первый раз я сдал кровь где-то в 2015 году. Тогда моей бабушке понадобилось переливание. Когда такое происходит, просят родственников или друзей сдать, ну пополнить банк, грубо говоря. И мы тогда большую частью семьи пошли. И после этого мы с братом начали довольно часто это делать. Еще до 18 лет у меня были такие мысли. Это довольно простой такой способ помочь, который от тебя почти ничего не требует, кроме нормального здоровья. И поэтому я начал сдавать. А плюс еще это было в студенческое время. И как бы тут не буду скрывать, есть денежный вопрос. Такая лишняя тысяча к стипендии, она никогда не была лишней. Но это всегда такое вторичное было, просто как дополнительное. Ну, в общем, получается, что в сдаче крови нет никаких почти минусов, а плюсы довольно хорошие. Так что я не вижу причин этого скорее не делать, чем это делать. Здоровых людей старше 18 лет, весом более 58 килограммов, с паспортом, с местной пропиской, таких добровольцев ждут на донацию. Временно воздержаться от сдачи крови рекомендуют после вакцинации, а также тем, кто в течение полугода делал фирсинг или татуировки. Меньше месяца назад болел простудой или гриппом, а также женщинам в период беременности и в течение года после родов. За 72 часа до сдачи крови не следует принимать лекарства, разжижающие кровь. За 48 часов употреблять алкоголь. За час до и после процедуры рекомендуется воздержаться от курения. Не следует приходить на сдачу крови после бессонной ночи или испытав сильный стресс. Нужно хорошо выспаться, легко позавтракать и быть в хорошем настроении. Если вы боитесь сдавать кровь, не пытайтесь преодолеть себя. Медики отправят вас домой, объяснив это тем, что кровь испуганного человека, щедро сдобренная гормоном стресса, кортизолом, бесполезна. Перед сдачей крови донор проходит предварительное лабораторное исследование и прием у врача-трансфузиолога. Там определяют, можно ли у него брать кровь для донорства, смотрят в норме ли температура и давление, определяют уровень гемоглобина. Перед донацией следует выпить несколько стаканов воды, жидкость увеличит объем крови в теле и донор не ощутит кровопотери. А после сдачи крови рекомендуется максимально освободить день от физических нагрузок, плотно пообедать и пить в течение дня много жидкости. Через полгода после донации обязательно нужно вернуться в пункт приема и повторно сдать кровь на анализы. Шесть месяцев – это период выявления ряда инфекций – вирусных гепатитов ВИЧ, сифилиса. Все это время ваша кровь будет находиться на карантинизации, и только когда врачи удостоверятся, что результаты анализа отрицательны, вашу кровь смогут выдать тем, кто в ней нуждается. Александра Пас учится на факультете лечебное дело. Она студентка 4-го курса Омской государственной медицинской академии. В будущем видит себя кардиологом и уже год возглавляет волонтерское направление в ВУЗе, которое занимается популяризацией темы донорства. Мифов на самом деле вокруг темы донорства вообще очень много. Такие самые основные – это что я пойду сдавать кровь и обязательно чем-нибудь заражусь. На самом деле нет, все центры крови и площадки оснащены стерильными материалами, стерильными шприцами, системами. То есть на каждого донора достается новый комплект пробирок, новый комплект игл, шприцов. Все выдается индивидуально, новое, поэтому здесь переживать нечего. Второй миф, что это больно. Но на самом деле мы всегда объясняем людям, что если хотите почувствовать ощущение от вкола иглы, ущипните себя на внутренней стороне локтя. То есть это будет то же самое, как комарик укусит. И еще миф, что, допустим, зачем я буду сдавать кровь, у меня популярная группа. На самом деле как раз такая группа и нужна, потому что, вот как я говорила, она является самой ходовой, больше всего используется, ее переливают почти всем. Поэтому наоборот, люди с популярной группой крови еще больше важны как доноры, чем те, у кого редкая группа крови. Потому что те, у кого редкая группа крови, они уже изначально при рождении находятся в реестре, людей из такой вот группы крови, чтобы организации этого города точно знали, если случится какая-то катастрофа, у человека там четвертое отрицательное, кому обратиться, кого позвать. Мы пропагандируем само донорство, что как сдавать, где сдавать, что это такое, для чего, куда уходит кровь, то есть рассказываем, чтобы люди знали об этом как можно больше и меньше боялись. Волонтеры-медики уже шесть лет помогают развивать донорство по всей стране. Благодаря их работе Российский банк донорской крови пополнился на 78 тонн, а число доноров увеличилось на 173 тысячи человек. Волонтерство и просветительская деятельность в области донорства – отличное решение для тех, кто хочет помогать людям, но не может позволить себе сдачу крови из-за медицинских противопоказаний. Например, можно найти группу доноров в своем городе через социальные сети и вместе с единомышленниками привлекать внимание к теме донорства крови и ее компонентов. Их страсть – дороги и скорость, философия, свобода и братство, а главное – любовь и их железный конь. Каждый активный участник мотоциклетной жизни всегда готов помочь брату по байку, и не только. Это было года три назад, то есть к нам обратился медицинское учреждение и спросили, ну, есть ли у нас желание поучаствовать в сдаче крови в банк. Мы как бы с ребятами сразу собрались по этому поводу, получается, обсудили все моменты и как бы приняли совместное решение, что поедем участвовать. Мы как сообщество мотоциклистов, ну, то есть большая группа, да, то есть от нас, к которой мы можем собраться, скооперироваться и поехать на сдачу крови. У нас есть, ну, чаты, да, там, где собирается большое количество мотоциклистов. И если там брат или сестра попала в беду, то, конечно, если необходима помощь, да, по сбору крови, то мы, конечно же, собираемся и уже централизованно едем определенному человеку, сдаем кровь. Сегодня эти брутальные мужчины собрались на площади почтить память погибших товарищей. Ежегодно байкеры проводят мотопробеги и в поддержку кровосдачи. 22 апреля в Национальный день донора и 14 июня во Всемирный день донора крови. И эта инициатива живет в разных городах России. Дело в том, что для мотоциклистов последствия после аварии самые печальные, потому что они, ну, ничем не защищены. Даже малейшее столкновение, грубо говоря, автомобиля с мотоциклом – это травма ноги. Причем она может быть достаточно сильная, травма ноги. И, ну, то есть потеря крови может быть очень большой. Не надо в стороне стоять, потому что сегодня ты кому-то кровь сдал, завтра, конечно, не дай бог, там понадобится ее. Ну, чтобы ничего страшного в этом нет, сдал кровь. Ну, и на душе хорошо, как бы, такая легкость появляется. Это были 90-е годы, нас было несколько человек, и мы вроде как друг другу всегда помогали. Если кто-то попадал в аварию, ну, это было сразу же. Потом начали сдавать просто так каждый год. Мы с Крестом, с Красным работали. Каждый год мы объявляли среди мотоциклистов сбор. Кто желал, тот приходил на станцию и сдавал кровь. Вот, сначала это были просто для друзей, как бы. Потом это было уже просто для всех граждан. Мы помогаем просто людям. Обыкновенному обывателю или нашему товарищу разницы нет. Наш товарищ, может быть, где-то разбился в Сочи или где-нибудь на Урале, да? Мы что, поедем туда кровь сдавать? Ну, нет, конечно. Поэтому мы сдаем ее здесь, но кто-то там сдал для нашего товарища. Разницы нет. Сегодня в Омской области более 10 тысяч жителей имеют звание почетный донор России. Они сдают кровь регулярно на протяжении многих лет, и это десятки тысяч спасенных жизней. Амичка Ольга Каплина в этом году стала почетным донором. Сдачу крови женщина считает своей миссией и самым лучшим делом жизни. Когда-то давно она приняла решение помогать детям и уже 10 лет регулярно посещает донорский зал областной детской клинической больницы. Сюда приходилось давать кровь моя сестра. И, посмотрев на маленьких пациентов, собственно говоря, осталось с этим решением. 10 лет я здесь. Один раз мне пришлось отступить от правил, и я сдавала не в этом медицинском учреждении, а на левом берегу на перелет А9. В 2015 году у нас на территории Омской области произошла очень страшная авария, когда работники птицефабрики возвращались домой на автобусе в Кормиловку и столкнулись с КАМАЗом, груженным кирпичами. В той аварии очень много людей погибло, и очень много народу пострадало. И, соответственно, были доадресные просьбы о помощи, и, соответственно, я пошла сдавать. Ольга уверена, что найти плюсы донорства может каждый. Например, это полезно и для контроля собственного здоровья. Во-первых, знаете, это на самом деле лучше, чем сейчас в обществе модный такой термин – чекап. Когда люди проходят медицинское обследование раз в год, кто-то, может быть, даже реже, а кто-то вообще его, к сожалению, не проходит. Но благодаря донорству я знаю, что я четыре раза в год здорова. Потому что, как минимум, проверяются мои показатели по артериальному давлению, уровню гемоглобина, уровню аллатоса от в крови и прочие показатели. И, соответственно, если я прихожу на следующую донацию, значит, я знаю, что два месяца назад, в предыдущий раз, дав кровь, я полностью здорова. Поэтому это гораздо круче, чем чекап. Всем донорам в соответствии с трудовым кодексом предоставляются два дня отдыха. Один – в день сдачи крови, второй – на выбор в течение года. Почетными донорами России становятся те, кто безвозмездно сдал 40 раз цельную кровь или 60 раз плазму. Этим людям предоставляется ежегодная денежная выплата – право выбора отпуска в удобное время года. Первое очередное приобретение на работе льготных путевок в санатории, обслуживание в больницах вне очереди, а также бесплатный проезд на территории региона. Однако решение стать донором чаще всего лежит вне плоскости льгот, привилегий и категорий общественного одобрения. Донор отдает часть себя, ничего не требуя взамен, и это главное правило. А на кону самая хрупкая валюта – шанс выжить. Просто когда ты на станцию переливания приходишь и сдаешь кровь, внутри такое чувство, как будто бы ты супергерой без маски, без костюма. Ты кому-то помог. Благодаря тебе кто-то будет жить. Очень трепещущее чувство. Нет, героизм пропадает после того, как ты становишься одним из большой толпы, когда приходишь, и там много людей, и уже как-то не так ощущается, что ты что-то слишком уникальное сделал. Поэтому это скорее просто такой маленький вклад, как сортировать мусор. Это маленький вклад в большое дело. На данный момент в пересадке костного мозга нуждаются люди с заболеванием рак крови или люди, у которых есть проблемы со свертываемостью крови, но не являются раковым заболеванием. Также есть разные другие заболевания, но больший процент все-таки это рак крови. Костный мозг – это не спиной мозг, и это такой орган, где происходит кроветворение. Это важные клетки, которые нужны нашему организму. Для того, чтобы привлечь доноров, нужно рассказывать и развеивать все мифы. Очень мало информации на данный момент по поводу донорства костного мозга. И в основном, когда мы затрагиваем эту тему, люди боятся, пугаются и думают, что они станут инвалидами, у них вытащат позвоночник или еще что-то. Многие думают, что это очень дорого, что тоже неверно, потому что донорство костного мозга для донора, оно бесплатно. А все расходы для больного человека берут на себя фонды и государства. Мы с коллегами шутим, что костный мозг, ему просто с пиаром не повезло. Он как морская свинка. Не морская и не свинка. И здесь тоже не костный и не мозг. На самом деле, то, что необходимо сделать при трансплантации костного мозга, это перелить пациенту кровотворные стволовые клетки. Их можно взять из крови донора. Поэтому безоперационный метод, никакой анестезии. Человек делится только компонентами своей крови. И этим спасает жизнь. Мы ничего страшного с ним не делаем. Он даже крови не теряет. То есть мы берем у него кровь из вены на одной руке, пропускаем через специальный аппарат. Там остаются кровотворные стволовые клетки, а его же кровь мы возвращаем донору в другую руку. То есть восстановление даже как после донации крови не нужно. Как правило, доноры себя хорошо чувствуют после этой процедуры. Им не нужен больничный, им не нужна реабилитация. Ну а количество кровотворных стволовых клеток в периферическом русле крови, в организме у донора восстанавливается в среднем в течение недели. У кого-то плюс, у кого-то минус. Ну, number one по нелепицам. У меня возражение от одного из моих знакомых. Причем вроде человек продвинутый, юрист. Он заявил, говорит, ты что? Зачем ты туда вступаешь? Ты, твой биоматериал возьмут, и чтобы изготовить твоего биологического клона. Ты что, не смотрела матрицу? Ну, я говорю, в смысле? Я не знаю, как этот человек ходит, в принципе, в поликлинику и сдает, ну, в принципе, кровь из пальца. Но вот есть такие у людей опасения. Пациенту, нуждающемуся в трансмонтации, в первую очередь пробует найти донора среди родственников. Однако родственная пересадка возможна только в 15% случаев. А меч Ермек Наурусбаев победил хронический миелолейкоз, благодаря тому, что в 2005 году его донором стал родной брат. Про заболевание мужчина узнал внезапно, когда проходил медкомиссию. Обнаружили повышенный уровень лейкоцитов – 21 тысяча при норме 9. Брат подарил Ермеку возможность жить, иметь собственную семью и сына. В основном выходные, суббота, воскресенье, когда у обоих есть свободное время. Занимаемся здесь, в парке, беговая дорожка, тренажеры. В 2005 году сделали пересадку. Год я находился на реабилитации. С женой мы зарегистрировались после операции, когда стало ясно, что я жить буду. До этого мы с ней встречались. В 2009 году сын родился. Изначально врачи объясняли, что ситуация может быть сложной. В связи с тем, что у меня такая сложная операция была, у меня поменялась группа крови, и что риск для ребенка существовал. Но мы с женой все-таки решили пойти на этот шаг. Но все равно родился нормально. Вроде все хорошо, учатся в седьмом классе уже. С 80-х годов прошлого века во всем мире стали создавать регистры доноров костного мозга. Большие электронные базы, которые хранят информацию о генотипах потенциальных доноров. Людей, которые готовы поделиться своим костным мозгом, если однажды их генетический близнец попадет в беду. В регистре Америки, Соединенных Штатов Америки, около 12 миллионов человек. В Германии 10 миллионов человек. У нас в России сейчас около 175 тысяч человек. Учитывая, что совпадения донора, реципиента, то есть генетических близнецов, крайне редки, такое совпадение может произойти, шанс на это совпадение 1 к 10 тысячам. Такие регистры должны быть огромные. Поэтому сейчас тысячи людей погибают, не дождавшись трансплантации. Не потому, что ее нельзя сделать, а потому, что просто донора они могут найти. Медицина, она вне политики. Но все-таки приходится биоматериал для донации, то есть через третьи страны завозить. Получается дороже и сложнее логистика стала. Поэтому нам сейчас вот как-никак важно развивать именно свой регистр. Этой осенью правительством нашей страны сделан прорывной шаг. Создан федеральный регистр доноров костного мозга. Он объединит все существующие на сегодняшний день в России базы данных о потенциальных донорах. О трансплантации будет оплачивать государство, а не благотворительные фонды, как это было раньше. Это упростит задачу и для врачей, для поиска. Потому что врачи подают, когда ищут донора, подают во все регистры. Ну, что тоже, наверное, неверно. Я думаю, это сплотит как раз все эти организации, потому что все настроены на общее дело помогать людям. Регистры доноров костного мозга разных государств нередко обращаются друг к другу за помощью. Если политика, экономика и даже культура отдельных стран могут на какое-то время замкнуться на себе, то в вопросах спасения человеческой жизни любые противоречия малозначимы. Ведь два идентичных по генетике человека могут жить в абсолютно разных точках планеты. Я знаю, что он был из Франции и что, возможно, он был арабом. Но такая вот ситуация была, что кровь моих родителей не подходила, кровь моих бабушек и дедушек тоже не подходила. А вот какой-то совершенно незнакомый человек, очень добрый, который стал донором, спас мне, можно сказать, жизнь. Я думаю, если бы не его донорство, то я бы сейчас здесь не сидела. Жанель – юная девушка, обладающая сильным голосом. Она уже преодолела первую ступеньку на пути к большой сцене. Поступила в главный вуз для будущих певцов Российскую академию музыки имени Гнесиных. Жизнь Жанель оказалась на волоске, едва начавшись. Страшный диагноз – лейкоз. Редко встречается у новорожденных и до сих пор остается крайне неблагоприятным в лечении. Ведь генетическая поломка происходит очень рано, еще в утробе матери. В Омской областной детской клинической больнице делали все возможное. После нескольких лет ожесточенной борьбы за жизнь, Жанель потребовалась трансплантация костного мозга. В результате долгих поисков донором для трехлетней девочки из Омска стал мужчина из Франции. Я помню, как день моего рождения, моя мама пошла за тортом, а это было в больнице. Мы тогда лежали в стационаре, вот. И я бегала по коридорам, я бегала, бегала, и потом подбежала к лифту, и там мама стоит моя с тортом. А еще в больнице у какой-то санитарки были очень скрипучие тапочки. И вот этот вот звук я до сих пор помню. Мне кажется, из-за того, что я пережила это в достаточно раннем возрасте, поэтому вспоминать что-то особое я не могу, как я себя тогда чувствовала. Я даже не могу сказать, что тогда я боролась как-то за жизнь, потому что для меня это было неосознаваемо. Вот. Но в те моменты, когда, вы же знаете, я учусь на творческой специальности, и в те моменты, когда у меня падают, например, руки, опускаются, я думаю, ну вот, Жанель, с тобой произошло тогда-то вот такое вот событие. Ну не зря же ты сейчас остаешься здоровой. Не зря это все произошло. Это значит, так было нужно. Тогда я про это вспоминаю, и как бы мотивация моя повышается жить дальше и работать дальше. Один из принципов донорства костного мозга – анонимность. Все, что донор и реципиент знают друг о друге – это пол, возраст, вес, сторону проживания и диагноз. Анонимность помогает избежать любого давления с обеих сторон и сохраняется на протяжении двух лет после проведения медицинских манипуляций. Мы говорим о том, что трансплантация, она важна, она помогает. Нам преодолеть какую-то или иную болезнь. Неважно, генетологическое это заболевание, иммунодефицит это или еще какое-либо другое. Но это не панацея. И, к сожалению, нету стопроцентного успеха трансплантации на сегодняшний день. И поэтому иногда, когда трансплантация, допустим, не удалась, прошла не так замечательно, возникли осложнения, иногда семья реципиента и сам реципиент может начать обвинять в этом донора, да, что не совсем качественный материал, допустим, его мало и так далее. Но могут быть проблемы со стороны человека, который сдал костный мозг. То есть когда он хочет получить, ну, к примеру, вознаграждение за это, да, то есть это невозможно, сдача анонимно и безвозмездно. Вот. И чтобы вот эти вот вещи исключить, в принципе, есть срок, международная практика, два года. Почему два года? Потому что это основной срок, за который, понятно, прижился ли костный мозг, понятно, допустим, прошли основные осложнения и их купировали. То есть это не значит, что они не могут общаться, они не встречаются. Они могут общаться и переписываться через регистр доноров костного мозга. То есть, допустим, я пишу письмо, к примеру, да, я вот там пациент, я пишу, там, дорогой друг, там, спасибо и так далее, и так далее. И это письмо я могу отправить в регистр с просьбой, чтобы передали тому человеку. Но я его пока не знаю. Если трансплантация проходит успешно и костный мозг приживается, спустя два года донор и реципиент при желании могут встретиться. В случае взаимного согласия свидание может быть организовано через регистр доноров. Ожидания и поиски генетического близнеца могут длиться годами, даже десятилетиями. Встреча реципиента и его спасителя чаще всего волнующая и трогательная. Два человека видятся впервые, но они уже отнюдь не чужие, а невероятно близкие друг для друга люди. Как стать потенциальным донором костного мозга? Если вам от 18 до 45 лет, вы весите не менее 50 килограммов и у вас нет серьезных заболеваний, есть два простых и абсолютно бесплатных способа стать частью национального регистра доноров костного мозга. Если вы решите, то вы можете, первое, пойти в любой медицинский офис инвитро и сдать 4 миллилитра крови, либо на нашем же сайте заказать набор, специальный набор для взятия букального эпителия. При помощи специальных палочек дома, бесплатно вам почта России пришлет этот набор, взять у себя пробу, мазок со внутренней стороны щеки и точно так же бесплатно отправить в нашу лабораторию. Это два равноценных метода, равнозначных, пользуйтесь. Ничего страшного, нет ничего криминального. То есть, в принципе, не нужно даже никаких проколов делать, не нужно никаких иголок, даже ехать никуда не надо. То есть, достаточно вот этих палочек человек может и дома сделать, и на работе, то есть, где ему будет удобно и в удобное для него время. Биообразец поступит в специальную лабораторию, в которой расшифруют ваш код генов, отвечающий за тканевую совместимость. Эти данные занесут в электронную базу, и спустя несколько месяцев вы получите письмо с текстом «Поздравляем, вы потенциальный донор». Когда ваши клетки понадобятся конкретному пациенту, вам будет предложено приехать в один из трансплантационных центров в Санкт-Петербурге или Москве, где после полного медицинского обследования вы сможете стать реальным донором и поделиться своими стволовыми клетками. Проезды проживания донором оплачивают фонды и государства. Взяли кровь с одной вены, перегнали через сепаратор и залили твою же кровь тебе назад. То есть, нет даже никакой кровопотери и никакого негативного такого фактора для здоровья. То есть, даже процедура легче переносится, чем просто донорство крови. Но даже в случае попадания в национальный регистр от донорства костного мозга в любой момент можно отказаться. Однако нужно понимать, чего может стоить вашему генетическому близнецу этот отказ. Когда мы принимаем решение, это не просто должна быть пиар-акция, чтобы потом мы рассказали всем, что мы стали донором. Это должно быть внутреннее, очень серьезное решение – помочь человеку. Потому что, действительно, речь идет о спасении жизни. А если мы уже начали готовить этого человека к трансплантации, и донор отказался, то есть мы начали готовить, что такое подготовка к донорству? Это убийство своего костного мозга. Вот на эту базу, на траву, как выкосили, выкосили свой костный мозг, и на это поле лег костный мозг донорский. И вот когда начали мы выкашивать эту траву, а донор вдруг сказал, я боюсь, я не хочу, я передумал, уговаривать мы его не имеем права, опять же, по международным правилам. А больной погибнет однозначно. Вот это мы должны сегодня людям, конечно, рассказывать. Пересадка костного мозга внешне похожа на процедуру переливания крови. Рецепиенту вводят донорские стволовые клетки путем внутривенной инъекции. Длится процедура до двух часов. Ожидание и подготовка к пересадке для рецепиента часто более тревожны, чем сама трансплантация. У нас была палата, туда никого не запускали, то есть это заходило только или медсестра, или врач. Они в стерильных халатах, наша комната тоже была все стерильное, у нас окна нельзя было открывать, у нас нельзя было никакие шторы, то есть все по списку, даже посуду свою толком нельзя было. То есть это максимум, могли разрешить дать кружку. И к нам чужих людей тоже не запускали, потому что организм у нас был на нуле. То есть он мог подцепить абсолютно любую заразу. Я ложился на операцию, вес у меня был 89 килограмм. А пришел после операции 45, то есть вот представляете, с 80 до 45, вес упал. То есть, конечно, страшно было. Страшно, что в любой момент можешь умереть, что пойдет отторжение костного мозга, что в любой момент ремиссия прекратится, и ты умрешь. Там же процесс происходит как? Тебя убивают на некоторое время. То есть твой костный мозг полностью мертв, иммунитет перестает бороться, и тогда только вводят аллоген, ну то есть донорский костный мозг, чтобы атака на него организма не происходила. Но как мне врачи объясняют. Поэтому на некоторые моменты ты умираешь. И потом вот начинается твой поход к жизни. Не бывает таких людей, которые ничего не боятся. Хотя я вот, я ветеран боевых действий, я участвовал во второй кампании. С начала кампании до Грозного дошел. То есть, ну я в жизни видел много страшных вещей. Но вот, когда именно вот ни от пули, ни от чего такого, а внутри тебя что-то сидит. Это довольно-таки страшно. Потому что не знаешь, как с этим бороться. Донорство костного мозга не имеет географии и национальности. Для потенциальных доноров абсолютно неважно, каких религиозных или политических взглядов будет человек. Который однажды попросит поделиться с ним стволовыми клетками. Этими людьми движет милосердие и радость от осознания, что в их руках возможность подарить жизнь. Я в регистре, и я очень многим о том говорю, и все говорят, как ты в регистре, это же какое-то прям, как будто, не знаю, мне там, не знаю, там, выросла вторая голова. Хотя что там такого? Мозги сдавать на анализы? Мозги сейчас надо иметь, чтобы их сдавать на анализы, как бы, да? У нас была конференция по костному мозгу летом этого года, и вы знаете, была такая статистика, что из Омска донор подошел женщине, живущей в Австралии. Из Омска, Австралия, боже, это разные миры, разные континенты, но тем не менее кто-то помог кому-то через несколько океанов. Бывают такие случаи, это классно, что ты можешь быть для кого-то надеждой. Мне бы хотелось, чтобы вот это вот про донорство, про возможность любого человека спасти другого человека, говорили гораздо больше, чтобы люди об этом знали. Любой человек может спасти другому человеку жизнь, сдав просто свою кровь. Сейчас не берут, как раньше. Вот у меня, у моего донора брали костный мозг, просверливали ему бедро, представляете, он под наркозом лежал, ему бедро сверлили, оттуда забирали донорский костный мозг, который потом, впоследствии, через 4 часа пересаживали ко мне. Сейчас же просто, это кровь, ты сидишь, у тебя сепарирует кровь, из крови выделяют стволовые клетки, и ты становишься донором, буквально не имея никаких вот таких вот серьезных последствий. Для вот таких вот мужиков, как мы, да, вот женщина может дать жизнь, да, мы же как бы таковы, не это только. А тут спасти чужую жизнь, ну, кажется, это вот, как бы такая большая возможность для людей. Лекарство от рака находится в нас. Вы потратите небольшое количество времени своего, но вы спасете жизнь человеку. Это не нанесет вреда вашему здоровью. Это очень просто и не страшно. Я надеюсь, многие нас услышат и помогут расширить наш регистр, именно российский. Все-таки, наверное, стоит попробовать, потому что ваша кровь, ваши клетки могут спасти человеку совершенно другому. Жизнь могут стоить жизни. Поэтому дерзайте. Первая любовь, первые сигареты и так далее, и так далее, первые наряды, бесконечная глажка. И все это осталось только следственным пятном. Самое большое вспоминание, это, конечно же, моя нынешняя жена, которая была моим лучшим другом, соседом по парте все пять лет. Ну и, конечно, это, наверное, мои лучшие друзья. Да, несколько офицеров, с которыми я до сих пор общаюсь, которые, скажем так, научили и жизни, и морали в какой-то степени. Но, так как я уже не в погонах, все то, что, все, чему меня обучили, все, чему наставили, все, что я знаю, наверное, осталось внутри, по большей части. Его жизнь изменилась за каких-то несколько недель. Данил Мацкевич собирался служить в полиции, выпускник Академии МВД, успел всего год поработать в органах. Но вынужден был оставить службу из-за страшного диагноза. Молодого парня подвели почки. Уже болезнь обнаружилась, будучи офицером управления, где я работал. И после долгой комиссии, после долгого увольнения с 17-го года я больше не работаю. Меня отправили в запас на пенсию. То есть с 17-го года началась эта вот канитель с болезнью. Постепенно она ухудшалась. Это все долго и муторно, и истрепало нервы. Уже какие-то наложились ограничения, какие-то побочки. Опять же, все время думаешь о лекарствах. И вот все-все в плане здоровья. То есть развлечения какие-то ушли на второй план. Теперь он живет по расписанию. Понедельник, среда, пятница – не тренажерный зал, диализ. Это заместительная почечная терапия – процедура по удалению из крови избытков воды и токсинов, которая в среднем длится 4 часа. Пропускать нельзя. Она требуется для поддержания жизнедеятельности. До тех пор, пока не найдется донор, человек, готовый отдать свою почку. Для прижизненного донорства, когда донором является здоровый человек, готовый пожертвовать свой орган, чтобы, например, спасти близкого или любимого, обязательно требуется его согласие на трансплантацию. Принуждение на отчуждение органов или тканей в России запрещено. По закону стать донором не смогут несовершеннолетние или недееспособные лица. Очень важный момент, что изъятие органов у живого донора возможно только при наличии заключения врачебной комиссии, медицинской организации, о том, что это изъятие не приведет к значительному вреду здоровью донора. Так скажем, изъятием органов или тканей, их трансплантацией, то бишь непосредственно внедрением другого человека, у нас разрешено заниматься только государственным учреждением. Соответственно, есть определенные перечень и положения об этих учреждениях, они определены, поименованы и так далее. Есть соответствующие документы о строгой отчетности. Соответственно, тут идет не тройной, а четырехперекрестный контроль со всех сторон. За плечами Данила неудача. Донорская почка не прижилась. Прошло несколько лет, но молодой человек не стремится вставать в новую очередь на трансплантацию. Не верит в успех. Жить на диализе и стараться не думать о плохом. Пока так. Ну, относиться, конечно, к этому можно по-разному. Можно сидеть, смотреть в окно и ждать. А можно продолжать жить. Понятно, ходить на диализ, иначе у тебя жизнь не продолжается. И четко, из месяца в месяц, сдавать кровь на новые маркеры, чтобы при совпадении тебе нашли донора. Как мне врачи говорили, что поиск донора занимает от двух дней до пяти, до десяти лет, по-моему. Потому что второй пациент, которым мне ему пересаживали, он ждал девять лет пересадки почки. В 2000 году после новогодних праздников у Сергея резко поднялось давление. В больнице мужчину направили к нефрологу, специалисту по патологиям почек. Он вышел с диагнозом – врожденная почечная аномалия. После этого 14 лет почки Сергея функционировали благодаря поддерживающим процедурам. Но уровень шлаков в крови из года в год повышался и достиг критических показателей. Мой дальнейший путь, скажем так, как мне врач сказал, это, конечно, диализ, но, говорит, у нас в городе есть еще отделение трансплантологии. Отделение там с 2000 года было открыто в нашем городе. И к 2014 году уже большой опыт, скажем так, пересадок. Я встал на учет сразу туда. И в какой-то момент, я был на родительском собрании у ребенка в детском садике, звонит врач и говорит, Сергей, спокойно. Ну, от этого, как обычно, спокойствия никого не бывает. Ну, в общем, есть орган, почка, которая подходит тебе, ну, еще какого-то количества людей. Кто, во-первых, максимально быстро там приедет, кто максимально лучше по этим маркерам подойдет, ну, тому и будет пересаживать. Множество всяких показателей, от крови до там резусов факторов, до просто какой-то совместимости. Ну, это, короче, космос, не знаю, как, может, я канцелярия или как сказать. Почку Сергей получил от совершенно незнакомого человека, который, скорее всего, и не помышлял о донорстве. Хотел сам жить долго и счастливо, но не вышло. Его убили. Я знаю, что это мужчина, что ему на тот момент было 44 года, он просто шел домой по темному переулку, и какие-то два урода подбежали сзади, ударили ему трубой по голове, проломили череп и умер мозг. Да, действующее законодательство действительно основано на презумировании согласия на трансплантацию, на изъятие органов после смерти. Что это значит? То есть, если априори человек не выразил своего несогласия, он однозначно согласен с тем, что после смерти его органы могут изъять. Важный момент, что должна быть констатация смерти человека в соответствии с действующим законодательством. Единственное исключение здесь еще, что если человек при жизни дал письменное несогласие об изъятии его органов после его смерти, то, конечно же, такое изъятие запрещено. И еще один момент есть. Запрещающее изъятие, если вдруг родственники выскажут свое несогласие после смерти человека, то, конечно же, изъятие тоже невозможно. Всегда 95 и более процентов людей, у которых есть родственники, они контактируют с больницей, контактируют с врачами и так далее. Если человек уже был не в состоянии свое волеизъявление выразить тем или иным образом, то родственники имеют право на это. Причем круг их очень широкий, не узкий. Это могут быть уже и второе, и третье колено, то бишь и двоюродные братья, братья и так далее. Это достаточно тонкая и достаточно жесткая, прям мурашки по телу побежали. Тонкая и такая... До сих пор никто не... Разные мнения по этому поводу. А можно ли, не спрашивая согласия, забирать органы у людей? Я, как человек, который благодаря тому мужчине, да, не дай бог никому попасть в такую ситуацию. Ну, это просто на самом деле ужасно. Если долго-долго про это задумываются, то, наверное, можно сойти с ума. Поэтому я не думаю про это. Я живу там... Я радуюсь своим детям, я радуюсь своей жене, я радуюсь жизни в целом. После успешной трансплантации почки человек может вернуться к полноценной жизни. Но для него навсегда будет существовать ряд ограничений и правил, которыми нельзя пренебрегать. Одно из них – каждодневный прием препаратов. Однако те, кто проходил годами процедуру диализа, уверяют, что таблетки – это свобода по сравнению с привязкой к аппарату. К диализным больным возвращаются только те, кто сделал пересадку неудачно. И опыт у диализного больного только что... Да вот знакомый пошел на пересадку, у него ничего не получилось. И нету у нас сейчас информирования, рассказа про то, что это, ну там, фактически вторая жизнь, ты фактически здоровым человеком становишься. И когда я вспоминаю этот ад, через который я прошел, да, то есть гормоны в организме, боль, и потом ты когда такой «ну-ка я», а потом думаешь «а оно тебе надо?» Вот столько было потрачено на тебя, ну, в частности, на меня, столько там, там, человек погиб, средств столько выделено, столько мук ты сам перетерпел, лежа вот в этой кафельной палате. И волей-неволей ты задумываешься о том, то есть зачем я потратил, зачем люди и я потратил столько сил, чтобы я сейчас тут, там, не знаю, что там, выпью, покурю и так далее, и так далее, и так далее. И стоит ли вот это вот развлечение или там какой-то там безумный поступок вот этих усилий? У меня главная поддержка – это моя жена, которая была с самого начала, еще до того, как стала женой. Она уволилась специально с работы со своей, была со мной всегда. Есть голубая мечта прям съездить за границу в Майами-Бич с женой, но, к сожалению, это почти нереально в моем случае, потому что очень дорогой диализ там, за границей, и очень дорогие медицинские услуги там, а мне, ну, неподъемные вещи, к сожалению. Не знаю, может быть, когда-нибудь, если подсадят почку, то первым делом. Когда мы теряем дорогих нашему сердцу людей, зачастую одна мысль о трансплантации органов вызывает шок и ужас. Мы словно даем согласие надругаться над телом. Но если спросить себя, что бы мы выбрали, если бы дело коснулось нас самих? И многие неожиданно для себя отвечают, что позволили бы части себя продолжить жить в другом человеке и стать максимально значимым, возможно, самым важным человеком в чьей-то жизни. И в этой мысли можно найти утешение. Понимаете, как? Если от этого будет зависеть жизнь дорогого человека, ну, допустим, лично для меня, да, ну, это будет без вопросов. Вот. Если я буду знать, что мне осталось полтора дня, как говорится, дожить, а моя почка поможет там кому-то, да ради бога, пускай пользуется человек. Донорство – дело добровольное. Никто не может принудить к этому человека. Быть донором – это выбор. Это потребность души. И те, кто готов бескорыстно поделиться частичкой себя, иногда вопреки собственным интересам, самочувствию или страхам, это не просто люди с большой буквы. Это герои нашего времени. Их нельзя различить в толпе, ведь на их груди нет медалей. Их может узнать только чуткий человек. По доброте, по взгляду, по едва уловимому шлейфу человечности. Возможно, нам всем нужно чаще смотреть по сторонам и быть внимательнее к миру и людям. Возможно, твой сегодняшний сосед подавки в автобусе завтра спасет тебе жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok